Приветствую вас, друзья! Сегодня у меня вот такой вот замок. Это замок с автомобиля Renault Luna 2, а именно со стекла ляда задней, универсал. Порт номер здесь есть, вот сейчас вы можете видеть его. Этот замок полностью исправен, но нужно разобрать, очистить и смазать по новой. Разборку мы начинаем с верхней крышки. Верхнюю крышку нужно снимать, ну тут особой инструкции нет, кому как удобней. Я вот так начинаю снимать, вот с этой стороны. Потом центр поддеваем и уже эту сторону будет легче, вот так. Вот. Все, крышка нам не нужна. Двигатель тоже можно снять. Если нужно, можно проверить. Проверить двигатель, вот эти два крайних контакта. Вот один и второй идут на двигатель. Можно сюда напрямую щупами проверить. Я проверять не буду. Двигатель этот рабочий. Дальше нам нужно отогнуть вот эти два усика. Здесь они уже отогнуты. Я немножко отогнул и уже я, в принципе, лазил в замок. Хотя бы глянуть, как он устроен. И дальше просто можно снимать железку. Она здесь просто загнуты, усики. И здесь она заведена вот так вот, под низ. Можно применить отверточку, чтобы поддеть. Вот так вот. Даже, как я делал вот так вот, делал. Ну, потому что где-то она цепляется еще. Вот эта сторона пошла. А эта сторона еще не... Вот. Есть. Здесь можно уже... Все. Крышечка снята. Можно поднимать. Здесь лучше надавить. Вот так вот. О. И снимаем крышечку. Все. Даже удалось все собрать, чтобы не рассыпался полностью механизм. Вот здесь концевик. Если нужна замена... Ну, я сейчас заменой заниматься не буду. Он, по-моему, не впаян. Просто... Просто воткнут. Не вижу, чтобы он был клеен. Доставать я его не буду, так как он рабочий. И если вам надо, то, возможно, вам придется и доставать. Можно вот этот механизм разобрать. Давайте я ее вытащу. Вот. Вот эту часть я еще не вытаскивал. А ее нужно только в положении вот таком. Видите. Ну, здесь все просто. Пружина вот так. Эта штука вот так. Но вот эти шестерни, скорее всего, нужно вытягивать ось. Но я, наверное, и не буду. Их можно достать и так. В крайнем случае помыть. ВДшкой сбрызгать. Вытер воток из слов старой смазки. И давайте представим, что я смазал. Потому что смазочка у меня в автомобиле. А я не хочу туда идти. Поэтому позже, уже за рамками видео, я сделаю это. Давайте сейчас покажу, как собрать замок обратно. Пружиночку ставим вот так вот. Дальше. Вот этот. Рычаг. Наверное, все-таки лучше вот так вот. Да. Потому что не видно. Вот так вот. Есть. Дальше. Смотрим, чтобы вот эта шестерня не мешала. Придерживаем. Вот так вот. Следующим делом идет вот эта пружина. По-моему, ее тоже лучше поставить вот так вот. Вот этот кулачок. Вот так. Да. Дальше нужно еще не забывать. Вот такой вот демпфер здесь стоит. Он выпал у меня. Смотрите, не потеряйте. Пружинкой упираемся в демпфер. Вот так вот. И начинаем заворачивать кулачок. Вот пружина соскочила. Да. О. Вот. Мне удалось. Возможно, просто я из-за камеры выглядываю. Мне неудобно. Так. Ну и дальше можно вот так вот. Это село на место. Дальше можно провернуть, чтобы вот эти два кулачка сошлись. Вот так вот. Типа закрытое состояние. Пусть он будет и в закрытом состоянии. Ну и дальше одеваем вот эту скубу. Заводим. Вот так вот. Все. Загибаем вот эти усики. Одно и второе. Ставим двигатель. Вот эти усики. Видите, он заходит. Вот. Я его сейчас сниму заради демонстрации замка. Вот он сейчас закрыт у нас в положении закрытого. И мы якобы нажимаем на кнопочку. Двигатель крутит этот флажок. Все. Замок открылся. Так же сам закрываем и вручную за этот флажок мы можем дернуть. Все. Замок работает. Ну а далее, как я уже сказал, надеваем двигатель. И закрываем крышкой. Все. Замочек собран.